Слава Иисусу Христу! Слава нашему Господу! Богу Спасителю! Продолжаем видеопрограмму 100 тезисов Великой Православной Реформации. Тезисы Третьего Поместного Собора Украинской Реформаторской Православной Церкви. Я остановился на восьмом тезисе нашей церкви и я хочу прочесть его. Я буду давать комментарии, некоторые объяснения, потому что начиная как раз с того самого собора и по сей день приходят много вопросов, требующих разъяснений некоторых. Пишут православные христиане, пишут протестанты, пишут католики и слава Богу, что эта тема волнует очень многих христиан и не только нас православных, но и многих христиан. Потому как судьба православия это судьба не просто части мирового христианства, а судьба одной из самых проблематичных частей, если даже не самой проблематичной части всего мирового христианства. Потому что, к сожалению, именно наша деноминация в целом, если брать православие, мировое или, как мы еще любим говорить, порой вселенское православие, то это самая такая демонизированная деноминация на сегодняшний день. Если, допустим, протестанты уже давно идут путем обновленчества, реформации, католическая церковь при прежнем папе Иване Павле II, она сделала целую программу определенную покаяний, реформ некоторых, знаете ли то, мы православные чаще всего стоим где-то в сторонке. Но Господь сегодня, я убежден, хочет все тело Христа благоставить, так или иначе, и никуда нам православным не деться от этих общих христианских процессов, а от нашего Господа не убежать. Потому что Господь, Он дышит где хочет, и сегодня Он хочет дышать в православную деноминацию, как никогда раньше. Слава Богу! В тысячах наших храмов, во многие из которых Господь даже еще не заглядывал, Бог хочет прийти и заглянуть, и не просто заглянуть, а обратить пристальное внимание на каждого человека. И чтобы в каждом храме, в тысячах наших храмов, во всей Руси и Матушке, чтобы звучало слово Господней мудрости, слово Божьей Библии святая, а не слово суеверия, не оккультная традиция, не язычество, а именно слово Божье, живое, действенное. И чтобы на Иисуса Христа указывали люди в ряса с крестами по ноге и на груди, а не на традицию мертвую, не на мертвых святых, не на ангелов, а на Господа. И вот я продолжаю читать тезисы православной реформации. Я читаю восьмой тезис Собора, Третьего Поместного Собора Украинской Реформаторской Православной Церкви. Я еще раз повторяю, что на сайте нашей церкви alivechurch.info, живаяцерковь.info, возможно прочесть эти тезисы. Я читаю как раз тезисы сайта. На сайте вы можете прочесть 20 тезисов Собора 2003 года, но также и в PDF формате посмотреть, распечатать можете у себя это все. И вы можете следить прямо сейчас по тексту за мной. Если у вас есть распечатанный вариант, то вам еще лучше, вы можете подчеркивать, делать заметки на полях. И пожалуйста, не стесняйтесь, пишите письма, особенно если вы являетесь священнослужителем, пастором, пресвитером, старейшиной, лидером какой-то христианской церкви. Тем более, если вы являетесь православным священником, диаконом, эфископом, то пожалуйста, без всякого стеснения пишите. Я очень рад диалогу, общению с братьями. Написано следующее, восьмой тезис. Мы отрекаемся, видите, на Соборе мы не только что-то провозглашали, как веру нашу, но и отречения. Целый букет был отречений таких. Пакет был отречений. Мы отрекаемся от православной инквизиции прошлых столетий. Вот это очень острая тема. От так называемого иосифлянства в православной церкви отрекаемся от трагических решений по местным соборам 1490-1503 годов и от самого духа инквизиции иосифлянства. Написано, что «Горько сожалею по поводу всех фактов пыток и сожжений инакомыслящих, что имели место в нашей церковной истории, в особенности начиная с 14-го столетия». И дальше идет комментарий такой, разъяснение, которое, кстати, многие вопросы уже предупредило, получается. А были вопросы именно к распаясью по истории иосифлянского движения, если иосифлянство в церкви. Написано здесь следующее. Иосифлянство – движение последователей Иосифа Волоколамского, Иосифа Волоколамского, Ивана Санина, он же Иван Санин. В 1515 году он скончался, в 1439-м родился он. Основатель и игумен Иосифа Волоколамского монастыря, глава иосифлян, писатель, возглавлял борьбу с новгородской, московской ересью, жидовствующих и нестяжателями. Он же автор, Иосиф Волоколамский, автор книги «Просветитель», ставший пособием для последующих православных инквизиторов, он канонизирован, написано здесь, да, ну так оно и есть, официальной русской православной церковью, здесь написано в кавычках «цвятой» Иосиф Володский, известен в истории как палач и инквизитор. И фанатично преследовавший любое инакомыслие, именно он настоял на массовых репрессиях против еретиков, оступников, евреев и православных христиан-нестяжателей. Это очень трагичная история, господа, дорогие братья, сестры, дорогие телезрители, это очень такая трагичная история, трагичная тема. И мне, как православному человеку, как архиепископу, об этом говорит очень тяжело, потому что здесь не просто какая-то грязь, ссоры из избы, нет, здесь, знаете ли, боль, рана, уже пять столетий не заживающая, рана, да и больше, чем кровоточащая рана нашей деноминации. В чем-то можно позавидовать нашим братьям-католикам. Западная церковь, слава Богу, набралась мужества. После Второй мировой войны были молитвы покаяния, вспомним хотя бы покаяние в антисемитизме, да, значит, молитвы покаяния, времена вот Второго Вселенского, Второго, извиняюсь, Ватиканского собора католической церкви, сразу после Второй мировой войны, который проходил, знаете ли, очень отрадные были переживания католиков. И затем понтификат Ивана Павла Второго, конечно, это очень большой пример для подражания для нас, православных, это вообще огромнейший пример. Ведь он совершил покаяние в Инквизиции, покаяние в преследовании инкомыслящих, в антисемитизме. И, кстати, католические многие комментаторы, да, в принципе, даже светские историки и исследователи это признают, что рейтинг церкви католической после этих покаяний, он не опустился, как некоторые прогнозировали, знаете ли, советники, папы, а поднялся. То есть покаяние, оно на самом деле возвышает. Кто хочет быть великим первым, унизься просто, покайся. И это истина. Друзья мои, Библия не лжет, Бог не лжет, Он правду говорит. И если мы будем каяться, мы не в грязь втопчем себя, а мы поднимемся тогда. Удивительно, здесь все наоборот, знаете ли, и это не Алиса в стране чудес, знаете ли, нет, здесь все по-другому в чем. Здесь у Бога, в Библии, какая-то другая мудрость, Его мудрость, Божеская мудрость, которая кажется нам глупостью людям. Многие священнослужители, традиционалисты, традиционные православные церкви, священнослужители, диаконы, священники, епископы Московского париархата, Киевского париархата, Автокефальной Украинской Церкви, мне и в личных беседах, и в письмах порой, знаете ли, говорят такие слова, зачем ты ссоры из СБ выносишь, зачем такие больные темы поднимаешь, оно надо тебе, зачем оно нам всем надо. Прошло это уже давно уже, и бельем поросло, и вообще, кто эти вот нестержатели помнит сейчас, ну только лишь на уроках по истории вспоминаем. Многие говорят, ну зачем, ну да, канонизирован там святой инквизитор, ну как бы, а что с того, уже не воскресить тех репрессированных, как бы, знаете ли, некоторые говорят так, не мы это приняли, не нам это отменять, как бы, и таким господам я хочу сказать словами великого правоставного обновленца, реформатора 20-х годов, Александра Вегенского, святителя, его слова там, в дворце Урицкого, в Таврическом дворце были следующие, это было еще в 22-м году, на праздник как раз Троица, он сказал следующее, что вся беда у нас в том, он говорил, что большинство наших священников живет по принципу, до нас положено и лежи оно во веки веков. Вот, к сожалению, с такой энергией приходится и сейчас, уже в 21-м столетии, в наше время, когда космические корабли борозят просторы Вселенной, и сегодня нам приходится сталкиваться с такой же глупостью, абсолютно. И, конечно, хочется сегодня, чтобы церковь наша избавилась от этой инфантильности, от этой инертности. Многие считают так, православные священнослужители, что если мы такие темы будем поднимать, какие я сейчас поднимаю, допустим, и какие были на соборе восьмого года подняты, именно на соборе нашей церкви, так вот, то мир нас вообще возненавидит, то тогда мы упадем в глазах этого мира, тогда о нас будут вообще ноги вытирать и будут говорить, о, это вот они такие-сякие православные и, как и католики, такие же инквизиторы. Да, мы много сжигали на кострах и много замучили на дыбах, много людей репрессировали, мы православные. И чего греха таить? Зачем нам, как страусы, прятать голову в песок, знаете ли, небытия? Зачем нам, знаете ли, теперь открещиваться своей историей? Я думаю, что нам пришло время быть взрослыми, а не убегать от ответственности. А взрослый человек, он берет ответственность за то, что он совершил. И мы, как церковь, если мы уж нагадили, то будем иметь честность, признаться, что мы такие, да, да, мы вот так вот обгадились, будем так говорить мягко, мы вот так вот просто-напросто совершили много подлости, много всякого недостойного, даже не то, что христианского, даже не по-человечески поступили, но сегодня мы у Бога и у людей просим прощения. Пред Богом, потому что это наша святая обязанность, мы просто должны покаяться пред Богом. А у людей почему? Потому что по-честному нужно, по-честному нужно признаться и сказать, что больше не будем мы так, все. Мы каемся, и мы отрекаемся от этого во имя Иисуса Христа, и мы просим Бога, чтобы никогда такое не повторилось в нашей истории церковной. Слава Богу! И, конечно, сам дух инквизиции, он витает, он до сих пор не выветрился из нашей деноминации. Если католики хотя бы открыли форточки и позволили этому нечистому духу выйти из их деноминации, они просили прощения у евреев, просили прощения в лице Папы Римского, кардиналов многих, епископов, священников, католических, богословов, каялись в антисметизме, каялись о покаянии, это очень мощная сила, сильная сила на самом деле, самая сильная сила в этой вселенной это покаяние, и каялись в преследовании инакомыслящих, сожжениях этих ведьм, инакомыслящих, еретиков. Слава Богу, что хватило мудрости, ума хватило мудрости у Папы Ивана Павла II совершить это покаяние. Можно по-хорошему позавидовать католикам, что у них были такие люди, лидеры, как Иван Павел II. Но нам бы такого лидера, нам бы в православии такого патриарха, да и ни одного бы патриарха, вот такого, таких, как вот был Иван Павел II. По крайней мере, я не идеализирую сейчас его, к сожалению, у него было много грехов, к сожалению, он оставался во многом в заблуждениях, и мне очень жаль, что человек при таких благих намерениях, многих и хороших поступках, много и зла делал, к сожалению. Но это отдельная тема для разговора, и будем так говорить, не нам его сейчас судить, Бог ему судья, но скажу следующее, что нам бы вот в таком правильном духе патриархов, нам бы в таком духе епископов побольше бы, которые бы, как Иван Павел II, сделали бы вот такие покаяния. Да не просто бы, как Иван Павел II, нет, еще больше сделали бы покаяния бы, потому что это нам важнейше сейчас, нам это нужно очень даже, православным. И я считаю, что одно из таких вот именно как раз ведений нашей церкви, украинской реформаторской православной церкви, как раз именно помочь православным, не только вообще украинским, русским, вообще православной церкви, вселенскому православию, именно освободиться от этих страшных пут, от этого духа антисемитизма, от этого духа инквизиции. И с ним приходится сталкиваться, с этим духом инквизиции. Это дух, который сегодня толкает всевозможные сектоведов или сектаедов, как их называют порой в народе, бороться, знаете ли, против братьев протестантов. И вот именно этот дух, он толкает многих священников на неправильные такие поступки, неправильные слова и на вражду, межтакую церковную, религиозную вражду. Это ужасно. И я помню, как впервые лично, лицом к лицу столкнулся с духом, этим нечистым, с духом инквизиции. Это было в вагоне поезда, и я ехал в одном вагоне с одним православным, традиционным священнослужителем. Это был Иер Диакон с какого-то монастыря северного. И этот монах, он, Диакон, ехал в том же вагоне, и он потом подошел ко мне, подсел ко мне, и мы беседовали некоторое время, после беседы уже с людьми, с теми, кто был в купе, он подсел для личной беседы. И он стал спрашивать, я не пойму, кто вы такой, вроде православный, вроде стихтант, он говорил такое. А потом, когда я пытался что-то объяснить, вдруг глаза его становятся как металлическими, такие, знаете, стеклянные, металлические, непонятные глаза. И голос его изменился, и он стал говорить таким металлическим голосом непонятным, грубым таким голосом. И сказал так, что таких, как ты, раньше сжигали и правильно делали. И у меня как внутри что-то щелкнуло. Я понял сразу, что нет, это не он, это тот, кто в нем сейчас заговорил. Что одержимый мой собеседник. И не просто одержимый, а конкретно духом инквизиции. Как вот, у меня внутри было такое, ну как бы, слово, я это узнал сразу, распознал этого душка, нечистого. Дух инквизиции. Это тот самый дух, который толкал таких, как Иосиф Волоколамский, сжигать людей на кострах. Сегодня, даже если кто-то из священников и хочет сжечь на костре кого-то, из, допустим, протестантов, баптистов, или писятников, или неописятников, то, как бы, как говорится, руки короткие. Или, как говорят, в чем на Руси, бодливый коровий бог рогов не дал. А почему? Потому что сегодня Бог поставил ограничения власти. Слава Богу, сегодня мы живем не во времена царского самодержавия, а самодурства. Знаете ли, вот это пародия на христианское царство. Вот, а мы же в те времена, когда царские жандармы бросали, значит, там, значит, и палачи, бросали верующих, евангельских христиан, бросали в казематы, истязали, мучили, убивали, казнили, сжигали, резали, душили, давили. Это время прошло, слава Богу. Слава Богу, прошло и безбожное советское время. Слава Богу, эти эксперименты закончились. Сегодня пришло время свободы, и пришло время, когда, знаете ли, христиане разной динаминации, конфессии вместе начинают трудиться. Слово Божие нести, Евангелие, Иисуса Христа нести людям. Это очень хорошо, слава Богу. Как никогда Слово Божие звучит сегодня в России, в Украине, в других странах бывшего безбожного Советского Союза. Слава Иисусу Христу за это. Но сам дух инквизиции, он еще не выметрился, по крайней мере, из нашей динаминации, и нам нужно очень сильно в этом поработать направление. Конечно, вот таких, как Иосиф Волоколамский и подобных негодяев, необходимо просто-напросто грязной метлой, просто память их вычищать из церкви. А сегодня, чего греха таить, сегодня ему поются акафисты, молебны, молятся, ставят свечки ему, на коленях стоят тысячи православных христиан и молятся. Безумцы, что они творят? А с другой стороны, я в них узнаю самого себя. Ха! А суди кто? Я-то сам таковой был. До 96-го года я также молился. Ну, Иосиф Волоколамскому редко, я когда что читал, из акафистов, акафисты ему там, или службы правил. Но, знаете ли, я молился многим другим святым, и многие из этих святых, они, ну скажу так, далеко не святые. Как на поверку выясняется, через призму Слова Божьего, если не верить, не просто на веру в динаминации, а проверять все Словом Божьим, там вообще будет ужас просто настоящий. Ну, так ладно, господа, дорогие братья и сестры, продолжим. Кстати, католики, слава Богу, они объявили доканонизацию многих святых, пора и нам это сделать в обязательном порядке. Девятый тезис, он продолжает, восьмой по сути. Здесь написано, мы каемся пред Богом за все инквизиторские действия наших предшественников. Предшественников, здесь идет уже не просто отречение, покаяние. Разница есть некоторая, да? Покаяться надо. Каемся за церковные прещения, отлучения и анафемы, и наказания, гонения, в особенности по отношению к тем христианам, что решались искать живого Бога, читать Божье Слово, решились иметь свое, пусть даже и ошибочное, с нашей точки зрения, мнение. Среди многих тысяч репрессированных с подачи церковных и светских православных властей, сегодня мы вспоминаем так называемых богомилов. То есть можно вспомнить, и вот в этом тезисе, девятом как раз вспоминаются вот эти целые категории граждан, направления, секты, группы, церкви, течения, движения, можно по-разному их назвать, которые были так или иначе подвергаемы репрессиям с нашей стороны, с православной стороны. К сожалению, до сих пор, чаще всего если вспоминают об этих людях, православные историки, то только лишь как негативно вспоминают. Да, там были, в каждом направлении были какие-то негативные, а мы что, ангелы что ли? У нас что, все идеально? Написано дальше, ну в этом тезисе следующее, богомилы, вспоминаем так называемых богомилов, стрегольников, жидовствующих, нестяжателей, староверов, последователей профессора Тверетинова, Духоборов, Малакан, Скопцов, Хлыстов, Штунда-Паптистов, Пашковцев и многих других. В общем-то, это названо в этом тезисе главные направления, движения, явления, которые преследовались жестоко, очень кровью большой платили эти люди за право иметь свое мнение определенное. Я очень просто дорожу мнением тех настоящих отцов в церкви, которые именно на основании слова Божьего рассуждали в те же самые времена, то же самое Нил Сорский, что наше оружие это наше убеждение, что вот мы должны словом разубеждать людей, ни пытками, ни колесованием, ни четвертованием, ни отрезанием рук, ног, головы, ни на кол сажать, а именно словом Божьим убеждать, если наш собеседник, мы видим, не прав. Но все, а это, основное, это не наши методы вообще. Но, к сожалению, это демоническое, вот оккультное составляющее православия, языческое, оно и, соответственно, и методы языческие, оккультные, демонические, бесовские, дьявольские, оно привлекло. Потому что, если евангельское нутро в церкви, да, то и евангельские методы будут действия в церкви. Но если демоническое нутро в церкви, то плоды тоже самое будут, демонические, дьявольские. А что вы хотите? Если человек, даже, ну, не будем говорить про динаминацию, ладно, про отдельного человека, гражданина, если Христос в нас, если в нас Христово мышление, да, если мы живем Иисусом Христом, то и плоды нашей жизни, они Христовы. Знаете ли, было бы странно, если, допустим, человек говорит, что он в нем Христос и думает, что живет в нем Христос, а он там, допустим, ворует, да, убивает, насилует, значит, грабит, значит, там, значит, то, понятное дело, по плодам мы видим, что не Христос в нем живет, не Бог. Ну, Бог с маленькой буквы, Бог века сего, дьявол. То же самое в динаминации. Если человек это действует, на уровне динаминации то же самое действует, на уровне церкви. Если Христос в церкви, если Христос в нас, то если Христос руководит действительно парадом, если Христос руководит сознанием епископов, священников, Христос посреди действительно нас, как мы говорим, приветствую друг друга, священнослужители особенно православные, Но тогда действительно и Христовы плоды будут, и методы Христовы будут. А вот если антихрист среди нас и есть и будет, тогда и антихристовые методы будут действовать как раз. И вот те, кто, допустим, упомянутые, в частности, староверы, старобранчество, сколько тысяч и тысяч староверов были замучены в первом же поколении вот этих репрессий. В общей сложности порядка миллиона человек было замучено лишь за старые обряды, за верность старым традициям, старым обрядам. Не грех ли это? Грех, великий грех мы взяли на себя, на свою душу. И сегодня в рясах с крестами по ноги и на груди мы, священнослужители уже 21 веке, должны взять ответственность. И не просто, как на соборе московском в 1971 году, просто признать это ошибкой церкви, а покаяться, действительно покаяться. Покаяться и просто отрекаться от этого. И при этом это очень серьезное духовное действие. Это акт веры. И это не просто написать там маленькими буквами, что значит, что все, мы там попрощались с этим, мы как бы отреклись от этого как бы. Нет. Нужно действительно соборно это сделать. С разъяснением в дальнейшем. Прочее. Слава Иисусу. Да, друзья мои. Десятый тезис. Я продолжаю читать тезисы православной реформации. Читаю 100 тезисов украинской реформаторской православной церкви, как базы современной православной реформации. Десятый тезис говорит нам следующее. Мы отвергаем, то есть очень важно, что тезис начинается такими словами. Мы отвергаем, там есть слово отрекаемся, каемся, а теперь мы отвергаем то, чему учил святой, опять-таки в кавычках святой Иосиф Волоколамский, говоря, что, цитата, грех простым, то есть не священнослужителем, апостол и Евангелие чести, то есть читать, изучать. Грех простым апостол и Евангелие чести. Сам, кстати, апостол, извиняюсь, сам этот Иосиф Волоколамский душил эту свободу евангельскую и тех христиан, что таки читали апостол и Евангелие, он их назвал юритиками и казнил без всякой жалости, без всякого сожаления. Знаете ли, это ужасно, конечно. Ну, я извиняюсь, дальше говорится следующее в этом тезисе, десятом. Мы стоим на позиции нестяжателей и преподобного отца нашего Нила Сорского, который писал, что поистине, цитата идет, поистине жестоко оно, священное писание, лишь для того, кто не хочет смириться в страхе Божьем и отступить от земных мудрствований, а напротив того, думать и жить не по своей страстной воле. Иные не только не хотят со смирением испытывать священное писание, но даже и слышать, как следует, по которому жить, как будто не для нас оно написано и не должно соблюдать его в нынешнем роде. Но истинным подвижникам и в древние времена, и в нынешние, и в веки слова Господня всегда будут по выражению псаломскому слова Господня, слова чистые, серебро очищенное от земли, в горнире семь раз переплавленное. Это из Псалма 11, 7 стих, и также дальше ее цитата, тоже из Псалтеря, Псалом 18, с 9 по 12 стихи. Заповедь Господа светла, просвещает очи страх Господень чист, пребывает вовек суды Господни, истина и все праведны, а не вожделение золота, даже золота чистого, слаще меда и капель сота, и рафтвы охраняются ими в соблюдении их великая награда. Это из послания, цитата, из послания преподобного старца Нила Сорского, 1508 году. Так вот, и дальше, 11 тезис, начинается цитата из Священного Писания, из Евангелия от Иоанна, с первой главы, с первого стиха. Я думаю, очень хорошо известный текст для большинства христиан, именно для тех, кто читает Писание, вникает в Слово Божье, должно быть это известно обязательно. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было в начале у Бога, и все через него начало быть. И дальше цитата, дальше идет уже тезис. Мы провозглашаем истинную евангельскую и выступаем за возврат как православия, так и всего христианства к приоритету библейского богословия. Не только православным нам нужно, а и вообще всему христианству. И дальше завершается этот тезис словами из сочинения, которое названо «О покаянии», написанное святителем Амвроси Медиаланским. Написано следующее. «О Боге должны мы рассуждать не по собственным Его изречениям, а не по чужим». Аминь. Очень хорошо сказано был святитель Амвроси, что о Боге должен судить по Его словам, потому что Он сам о себе открыл, а не потому что о Нем люди говорят вообще. Мало ли что говорят, пусть они говорят, что говорят, что хотят. В этом мире много людей говорят. Допустим, мусульмане одно говорят, что якобы Бог говорил, хотя Бог им ничего этого не говорил. А буддисты другой говорят, Бог говорил им, ничего им Бог не говорил на самом-то деле. Бог говорил в Сыне Своем. Бог говорил через пророков, а потом Бог говорил в Сыне Своем, Иисусе Христе. Ветхий и Новый Завет, Библия Святая, вот что Бог говорил, а все остальное просто-напросто вранье, дьявольское наваждение и человеческое суеверие. А истина в Иисусе Христе, и ни в ком оно нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу. Это был один статезис, и скажу, мой комментарий такой еще, что замечательно, что в этом тезисе было провозглашено нами, участниками того, как раз Третьего Поместного Собора Украинской Реформаторской Православной Церкви, что не только выступаем за возврат как православия, так и всего христианства к приоритету библейского богословия. Слава Богу, потому что всем нужна нам реформация, христианам, не только нам православным, но и вообще всем христианам, и так или иначе все мы заблудились, сбились с пути, кто-то дальше, кто-то где-то лишь начинает сбиваться с пути, но все нам нужно возвращаться на эту истинную дорогу, которая есть в Слово Господне, Слово Божье. Так, друзья, братья и сестры, читаю далее, 12 тезис Собора, мы принимаем решение вернуться к евангельскому пониманию самой важной темы спасения. И дальше цитата идет из послания апостола Павла к римлянам, 6 глава, 23 стих, 6-23 к римлянам. Написано, ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Дорогие друзья, я очень рад, что в начале этой программы у нас была молитва, и я говорил о покаянии, и молился с вами молитву покаяния. И это очень важно, чтобы мы, христиане, мыслили евангельски в самом главном, а именно в спасении. Потому что, если мы в этом ошибемся, то все остальное вообще, оно напрасно, просто-напросто, просто религиозная болтовня, демагогия, ничего доброго тогда нет, если нет самого важного спасения. Люди, в общем-то, даже, скажу так, даже неверующие, даже какие-то атеисты, коммунисты, там, в храм, если заходят, все равно внутри человек любой, даже самый такой негодяй и безбожник, все равно у него внутри что-то святое есть. И человек-таки в храм идет за спасением. Человеку нужно спасение, знаете ли, а получается мы обманщики, мы православные обманщики, прохвосты, потому что мы просто-напросто, как негодяи, говорим не правду, а ложь. Говорим ложь людям. И нам, получается, люди приходят за хлебом, а мы им камень подаем в руки. Люди просят рыбу, а не мы им змею ядовитую подсовываем. И это ужасно. Но не должно быть так. Господа, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители, необходимо нам, христианам, православным, на самом деле встрепенуться, отдуматься, очнуться, а в первую очередь нам, рясоносцам, православным священнослужителям, епископам, священникам, нужно проснуться от этого многовекового сна. Очнуться, потому что, знаете ли, лучше сейчас будет стыдно, покаяться надо. Лучше будет здесь стыдно, чем потом всю вечность локти кусать. Слава Богу. И что касается спасения, нужно мыслить евангельски, библейски. И это очень важно. Слава Богу за этот двенадцатый тезис этого собора. Дальше. Я читаю дальше. Тринадцатый тезис. Мы православные христиане, участники всего православного обновленческого собора, благодарим Бога за спасение. О, это очень важно. Поблагодарить Бога за спасение. И дальше сказано. Спасение наше – это Божий дар, Его святой подарок, и благодать безвозмездная. Сказано так. Дальше идет цитата из Священописания. Я все прочитаю из послания к Ефесянам, 2 главы, 4 по 9 стих, Ефесянам 2, 4, 9. Говорится следующее. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильные богатства благодати Своей, в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Дальше идет цитата из 1 послания Иоанна Богослова, 5 глава, 11 стих написано. То есть 1 Иоанна 5, 11 написано. Бог даровал нам жизнь вечную. Дальше цитата идет из постания к римлянам. 3 глава, 24 стих. Получая оправдание даром, поблагодать его искуплением во Христе Иисусе. Дальше цитата из 1 послания Иоанна 5, 13. Написано в своем послании, Иоанн Богослов пишет. «Это все написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Ты имеешь жизнь вечную и веруя в Иисуса Христа, как своего личного спасителя. Пусть Бог благословит. Слава Богу! И есть смысл поблагодарить Бога. Спасибо тебе, Господь, за дар вечной жизни. Спасибо тебе, Господь, дорогой, за твой подарок по благодати. Мы спасены. И это не от нас. Не от меня. Не от моих зрителей. Не от кого еще. Не только от тебя. Дар вечной жизни. Аминь. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Дальше идет, мысль продолжается. Следующий тезис, он как бы дополняет сказанное в Священописании, в цитатах этих. Я читаю из 14-го тезиса. Третьего Поместного Собора Украинской Реформаторской Православной Церкви. Написано, вслед за Августином мы повторяем сегодня. Да, блаженный Августин, живший в пятом столетии, написал однажды следующее. Это как раз составляет, цитата из него, из его работы составляет как раз, по сути, весь 14-й тезис. Я мог бы отчаяться по причине бесчисленных моих грехов и пороков и преступлений, которые совершил, и ежедневно не перестаю совершать сердцем, устами, делом, всеми способами, которыми может грешить человеческая немощь, если бы слово Божье, слово Твое, Боже мой, не стало плотью и в нас не обитало. Но я не осмеливаюсь уже отчаиваться, так как он был послушным даже до смерти и смерти крестной, понес на себе рукописание грехов наших и, пригвоздив его ко кресту, распял грех и смерть. И я обрел безопасность в нем, сидящим одесную Тебя и ходатайствующим о нас, уповая на Него. И я желаю прийти к Тебе, которым мы уже воскресли и ожили и взошли на небо. Тебе хвала, Тебе слава, Тебе честь, Тебе благодарение. Аминь. Прекрасно сказано, Блажен Августин написал эти слова еще в пятом столетии, но сегодня, в 21-м уже столетии, сегодня мы православные христиане, вообще мы христиане разной динаминации конфессии должны просто Бога поблагодарить и уже не сметь отчаиваться. Я уже не смею тоже отчаиваться, потому что, хотя по-человечески мог бы отчаиваться, потому что я человек, я плоть, и сроком много грехов совершил я в жизни своей. Но, знаете ли, я знаю того, кто за меня отдал свою жизнь, и кто воскрес из мертвых для моего оправдания, и восстел одесной Бога, и за меня ходатайствует. И я Бога благодарю, спасибо Тебе, Господь, за милость Твою, за дар вечной жизни, за прощение грехов, за новую жизнь. Спасибо Тебе, Господь, дорогой. Боже, я благодарю Тебя за моих телезрителей, прошу Тебя, благостави, Господь. Те, кто еще не возрожден, возроди, спаси, Господь. Те, кто уже спасен, Боже, утверди в евангельском пути, во имя Иисуса Христа, аминь. И пусть мы вместе с блаженным Августином, Господь, в небесах, при Тобое, Господь Боже, прославим Тебя, и поблагодарим Тебя за все, Господь, за мир, за спасение, аминь. Слава Иисусу Христу. Дорогие друзья, это очень радостный тезис, очень сильный тезис, слава Богу. Дальше, пятнадцатый тезис читаем, написано, Христос глава церкви, это из послания к Ефесянам, пятая глава, двадцать третий стих. И дальше идет продолжение мысли, из послания к Колоссянам, один восемь. И Он есть глава церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Аминь. Прекрасно. И дальше идет мысль следующая, это вот тезиса. Мы верим, что церковь, это написано было Кириллом Укарисом, святителем, в 17 столетии, начало 17 столетия. Церковь, называющая себя соборной, включая в себя всех верующих во Христа, умерших и пребывающих в Отечестве Своем, то есть тех, кто уже ушли, уже в вечность. А также тех, кто еще подобно страннику, находятся в пути, ну это мы еще живущие. Поскольку никому из смертных не дано возглавлять эту церковь, и истинным ее главой является сам Господь наш Иисус Христос. Да, это так. Все бразды правлений этой церковью он удерживает в руках своих. Учитывая, однако, что на пути земном мы видим отдельные церкви, каждый из которых имеет для поддержания порядка какого-либо первого пассану, этого человека можно было бы не в прямом, но в переносном смысле назвать главой данной отдельной церкви. Это возможно именно только потому, что он является первым среди ее членов. То есть патриарх, епископ, первый среди членов церкви. К примеру, вот я, ваш покорный слуга, сегодня я объясняю эти тезисы, зачитываю тезисы, даю комментарии. Я являюсь по сути как главой, в таком, не в прямом смысле получается, да, потому что в прямом смысле только лишь Иисус глава. Я как первый среди членов украинской реформаторской православной церкви. То есть я являюсь не главою, глава Христос, а я являюсь предстоятелем еще православия, есть такое выражение, церкви. То есть первым среди равных, среди братьев, сестер, Бог возложил на меня обязанность определенную пасторскую, епископскую, архиепископскую, то есть старшим пастором я являюсь. И упаси Господь меня называть себя главою именно. Сам глава это Иисус Христос. И не папа римский, не патриарх, украинский или российский, никакой еще, нет. Не пастор какой-то большой церкви, нет. А именно сам Иисус Христос, не номинально. Он не свадебный генерал, знаете, на нашем Перу, нет. Он не, знаете ли, не английская королева, нет. Он, который вроде царствует, но не правит реально. Знаете ли, а он реальный глава. Давайте не делать из него королеву английскую, давайте не делать из него свадебного генерала, давайте всю власть отдадим Иисусу Христу, чтобы он руководил непосредственно церквями. И вот в нашей церкви моя мечта, чтобы на самом деле главенство Христа было во очереди. И, кстати, многим священникам, да, на предсоборном совещании, вот, недавно, прошедшем в августе месяце этого 11-го года, я как раз и говорил, что делайте, что хотите. Вы свободны, вы свободные люди, свободные граждане, со свободным мышлением. Я первый среди равных, абсолютно, мы все братья, братья, сестры, трудитесь, не покладая рук, слушайте, что Господь вам говорит. Потому что, куда бы я ни направил человека, допустим, такого-то священника, допустим, такого-то служителя, да, я, к примеру, говорю, вот, отправляйся в Китай, допустим, отправляйся в Африку проповедовать Евангелие, а ты в Индию, а ты, допустим, там в Рязани, а ты в Казани, а ты еще куда-то еще, в Америку, ты еще в Австралию. Но, это будет мое посланничество, а важно, чтобы это было посланничество Иисуса Христа, чтобы человек это имел, начать этот бизнес, допустим, начать этот труд на Неве Божьей, именно от Господа принял, чтобы это как-то от Господа, не от человеков, не от людей, но от Господа. И очень важно, чтобы Господь сегодня руководил нами, слава Богу. Кстати, в грядущие, в предстоящие нам, как раз, тяжелые времена испытаний, гонений, это очень важно, это вообще актуально. В частности, вот в Китае, в некоторых провинциях, где очень жестоко коммунисты истребляют христиан, преследуют всякое инакомыслие, проповедь Слова Божьего, там христиане, даже многих церквей, подпольных таких нелегальных церквей, они имеют практику для нас, вот христиан, живущих в мирной такой жизни, даже порой непонятную практику. Допустим, расходясь после собрания, после вот такого нелегального такого богослужения христианского, они не объявляют, когда они соберутся, во сколько и где в следующий раз. С надеждой на Бога расходятся, потому что объявлять бесполезно, потому что КГБ китайское свирепствует, милиция, они арестовывают, бросают тюрьмы, убивают христиан. И сегодня, в наши дни, Китай выглядит, знаете ли, человеческим лицом сегодня и как бы одним из лидеров вообще мировой экономики, но коммунист, он и в Африке коммунист, знаете ли. И он не может быть фашист или коммунист, ну, как будем так говорить, с человеческим лицом. Да, это будет мимикрия трупа, это будет, знаете ли, можно труп сделать так, что он будет красивее, чем при жизни, да. Да, можно коммунизм или фашизм, можно эти идеологии припудрить, прикрасить так, что будешь умиляться и думать, надо же, ох, как красиво. Как вот нынешние фашисты, допустим, российские говорят так, фашизм это как первая любовь, она никогда не пройдет. То есть, ну, вообще, ну, как бы, да, они очень красиво все подают, значит, и прям диву даешься, там залюбуюшься над фашизмом, значит, или коммунизм. Вот, говорят, мол, там Ленин, Сталин, там такие герои. Знаете ли, это ужас, конечно. Мне очень страшно, что в России рейтинг, значит, именно, особенно после президентства Путина, рейтинг Сталина очень резко поднялся, конечно. Это очень прискорбно, что, это все равно, что, допустим, в Германии бы сейчас рейтинг Гитлера Адольфа поднялся бы очень высоко. Это, конечно, кошмарно, но что есть, то есть. К сожалению, многие священники это знают прекрасно и молчат, видят проклятия эти распространения коммунизма. Ну, так вот, я по поводу Китая хотел говорить. Вот, и христиане не договариваются о будущем, о будущей встрече, потому что знают, что бесполезно договариваться по-человечески, по плоти. Найдут, арестуют, да и стукачи находятся, значит, и прослушки всякие, значит, поэтому они просят Божьего Духа, собери на следующий раз, усмотри, где собраться. И многие общины, я разговаривал с миссионерами, которые в Китай приезжают регулярно доставляя Библии на китайском языке, проповедуя среди христиан китайских. И также, можно идти в легальную церковь, мертвую, где Мао воспевают, значит, и где коммунизм, значит, воспаляют. Можно найти такую, трупную церковь, а можно реальную, живую церковь найти. Но, чтобы реальную, найти живую церковь китайскую, нужно быть в реальном Святом Божьем Духе, чтобы Дух тебя подвинул туда. И Дух Святой говорит, там домохозяйкам, служащим, бизнесменам, разным людям, Дух Святой говорит, ты придешь в такой-то дом, во столько-то, к тому-то, все. Поняла, понял. И они собираются, и Дух Святой собирает их. А если бы административно, была бы структурно церковь едина, такую церковь коммунисты очень любят контролировать, такую церковь очень любят фашисты контролировать. То есть, Антихрист в таких церквях, он даже заинтересован вообще, потому что это его голубая мечта, иметь такую церковь, которая была бы структурно единая, единая поместная церковь, какая-то там контролируемая, значит, структурно. По-человечески церковь построенная, она человеками легко контролируемая, но по-божьему церковь построенная, она никогда людьми не будет контролируемой, она будет лишь Богом контролируемой. Слава Богу, моя мечта, чтобы наша церковь влилась в такое настоящее тело Христа, чтобы, как вы знаете, вот если какой-то член тела моего не будет кровью контролироваться всей, правильно циркуляцией, то он будет отмирать. Вот так же и в теле Господня, много членов сегодня в теле Христа, где кровь Иисуса фактически не церкулирует, или очень плохо, редко, и в большинстве своем христианство отмирающее такое, отогневающее, ну, чего греха дайте опять-таки, но хочется, чтобы тело ожило, чтобы кровь Иисуса церкулировала, чтобы жизнь, на самом деле, вдохновила всю церковь, слушаться главу, не папу, не патриарха, не пастора, а самого Иисуса Христа. А мы, патриархи, папы, там, пастори, пресвитеры, старейшины, мы лишь первые среди равных. Слава Иисусу Христу, первым среди ее членов. Слава Богу. Так, господа, я читаю следующий тезис, уже шестнадцатый тезис. Этот тезис, он весь построен как раз из цитаты, взят из цитаты, опять-таки, святителей Кирилла Лукариса, патриарха Константинопольского, патриарха Вселенского, можно сказать, отца православной реформации, потому что через сто лет после Лютера, Лютер на Западе, как католический, тогда еще традиционный священник, в 1517-м выступил за начало реформации католической церкви, в Западной церкви. А на Востоке у нас, в православном мире, был тоже свой Лютер, Кальвин свой, его так порой называют, Кальвин в Новом Риме, то есть в Константинополе, в Стамбуле, в тогдашнем уже. Патриарх Вселенский Кирилл Лукарис, который поднял знамя православной реформации. И вот, говорится следующее здесь, 16-й тезис, из книги «Восточное исповедание христианской веры», патриарха Кирилл Лукариса. «Мы верим, что члены соборной церкви являются святыми, избранными к вечной жизни, что из их общества исключены лицемеры, сколько бы ни обнаруживалось по отдельным церквям плевел, смешанных с пшеницей». Слава Богу! Церковь святых. В церквях сегодня много сорняка, много плевел, но это все не смешается никогда с пшеницей. Бог это все рассмотрит. Не мы будем судить, нет, Бог, Он рассмотрит, кто из кто. Важно быть доброй пшеницей, плоды приносить добрые для Господа Иисуса Христа, не быть сорняком, пустоцветом. Знаете, сорняк порой красивее даже, чем злак какой-то полезный, но то, что он красивый, ничего не значит еще. Бог смотрит на самую суть, слава Богу. Дальше. Семнадцатый тезис, он во многом тоже построен как раз из цитаты, из книги «Восточное исповедание христианской веры» святителя Кирилла Лукариса. Начинается тезис семнадцатый такими словами. Мы раскаиваемся в традиционном православном заблуждении, говорящем, что якобы церковь не может заблуждаться. Ну, вы, наверное, многие слышали этот тезис. К сожалению, многие священники, рессоносцы многие, воспринимают это чуть ли не как аксиом, к сожалению. Но это большая ложь. И вот святитель Кирилл Лукарис очень грамотно эту ложь разоблачает в своем сочинении, дальше идет цитата из его работы. «Мы верим», он пишет, «что странническая церковь освящена и научена Святым Духом, ведь он выступает истинным утешителем, которого Христос посылает от Отца, чтобы наставить верующих на истину и прогнать тьму из душ наших, душ их. «Ибо не подлежит сомнению, что странническая церковь может заблуждаться и выбирать ложь вместо правды. От такового заблуждения нас освобождает только свет и учение Святого Духа». Только Библия, только Слово Божье, только Святой Дух. «Но не смертного человека, хотя передаваться они могут усилиями служителей церкви». Святитель Кирилл Лукарис Да, друзья мои, слава Богу, церковь может заблуждаться, и это правда. Чего греха таить? Зачем прятать голову в песок? Зачем нам говорить, что церковь якобы безгрешна? Любая церковь может заблуждаться, а те церкви, что больше всего кричат о себе, и те лидеры, что мы безгрешны, как раз больше всего и показывают свою греховность. Ну, далеко за примером не надо ходить даже. К примеру, опять-таки, вспомню наших западных братьев. Я люблю католических, многие христиан, у меня много друзей католических священников, но, к сожалению, вот я уже говорил выше, что католическая церковь в целом верит, что якобы Папа Римский является безгрешным, безошибочным. И, ну, это ужасно, конечно. Так вот, и это самый выдающийся догмат, как бы, с их точки зрения, но это самый пошлый и ложный догмат вообще в истории христианства. И как раз жизнь Папа Римских, если кто интересовался, может быть, жизнью Папа Римских, то есть людей, которые были лидерами католицизма, она настолько порой ужасна. Порядочных людей днем с огнем там не найдешь, в этом списке сотен разных Пап Римских. Гомосексуалисты, всевозможные, значит, развратники, пьяницы, дебоширы, транжиры, как бы вообще, знаете ли, Содом и Гомора, вырвавшиеся на волю. Прав был Мартин Лютер, когда он-то по наивности, как бы простой немецкий священнослужитель богослов, он-то думал, что ученый монах, что рыба гниет с хвоста, что у них там в Германии проблема, где-то еще там на окраинах католицизма проблема. Ехал в Рим с надеждой увидеть святой, священный город Рим, и Папу, и святость в какой-то церкви, а именно там и увидел самый разврат, что их проблемы, их захолустье германского, это еще так, вершки проблем, корешки-то там как раз, и рыба гниет с головы таки сначала, и каков поп, таков и приход именно, а не наоборот. И знаете ли, когда Лютер возвращался уже из Рима, то смотря в прощание на Рим, видя его уже в последний раз свой, он говорил так, что если существует ад, то Рим поставлен прямо над ним. Вот так вот, господа. То есть он увидел, что религиозная, мафиозная, коррумпированная структура тогдашнего католицизма, она как раз гнила как раз с самого верху. И это как раз очень наглядно иллюстрирует всю глупость, откровенную глупость этого догмата о непогрешимости Папы в вопросах вероучения. Как могут всевозможные развратники, распутники, то есть обычные люди, мы, обычные люди, быть именно, значит, учителями безгрешными, безошибочными. Мы все ошибаемся, мы все абсолютно ошибаемся. Имеем право на ошибку, мы люди, мы не боги. Да, друзья мои, и дальше я хочу прочесть восемнадцатый тезис, восемнадцатый уже тезис, украинской реформаторской православной церкви. Я напомню, что эти сто тезисов, которые я зачитываю сегодня и комментирую немного, объясняю, это есть база стратегии нашей церкви, видения нашей церкви. Это есть, знаете ли, больше того, это есть тезисы вообще православной реформации. Я верю, что эти сто тезисов, они очень сильно даже повлияют на всю православную церковь, на весь православный мир. Слава Богу! Кстати, если вы православный христианин, и вам не все равно, что происходит сегодня в православии мировом, то, пожалуйста, не поленитесь эти тезисы, возьмите из интернета на нашем сайте, можете взять, допустим, распечатайте их, раздайте вашим друзьям, коллегам на работе, вашим священникам, вашим друзьям, вашим однокурсникам. И я убежден, что этот вклад, пусть небольшой вклад, будет вашим вкладом в дело реформации православной церкви. Слава Иисусу Христу! А если вы православный священнослужитель и желаете встать по знамена реформации, обновлечества современного православного, то, конечно, добро пожаловать на Ниву Божью. Сегодня работа не почта и край, слава Богу. А если вы еще, кстати, размышляете, раздумываете над этим вопросом, вот кем быть, времени очень мало осталось, Господь скоро грядет и хватит думать о том, как устраивать свои дома или бизнес свой. Пришло время потрудиться и я думаю, что пришло время одеть вам рясу, крест по ноге и на грудь и трудиться во славу Господа Иисуса Христа. Да, свяжитесь со мной обязательно, значит, добро пожаловать в нашу семинарию. Нужны кадры новой реформации, великой православной реформации. Слава Иисусу! Да, друзья мои. Так вот, и 18-й тезис. Каясь в наших общецерковных грехах, написано, мы молимся словами святителя Антония. Мы, Церковь Христова, общество, собранное в Твое имя, Господи, здесь разве мы не грешны пред Тобой? Разве люди могут слышать истину и видеть правду? И встретить любовь и сострадание, и милосердие, и кротость, и воздержание, и долготерпение, и милость, и веру в нашей среде? Боже, Тебя судят по нам, прости нас, ради нас хулиться Твое имя, прости нас, Господи, прости Церковь Твою, забывшую слово жизни и переставшую жить. Боже, дохни Духом Твоим святым, сотряси глубины наши, обнови нас, Господи, силой Твоею, если нужно, страхом Твоим, если, возможно, любовью Твоей. Очень сильные слова, очень мудрые слова, молитва, покаяние. Это, кстати, 18-й тезис, это цитата из, так называемый, фрагмент общей исповеди, митрополит Антоний Сурожский. Конечно же, сам владыка-митрополит Антоний, уже ушедший в вечность, во многих вещах, к сожалению, заблуждался. К сожалению, также был оккультно обременен, как и тысячи других священнослужителей православной церкви. Но, что касается вот этой исповеди, это потрясающе сказано, очень сильно сказано. И, слава Богу, что это стало целым тезисом, как раз, значит, православной реформации. 19-й тезис. Святитель Кирилл Лукарис, патриарх Вселенский, отец православной реформации, писал в Восточном Судане христианской веры. Здесь даже уже сразу вступление такое уже. Дальше цитата идет. Вот очень кратко основы нашей догматики, вероучения православного христианского, выразил святитель Кирилл Лукарис. Символ веры очень просто и легко раскрыл. Слава Богу. 20-й тезис Третьего Поместного Собора Украинской Реформаторской Православной Церкви звучит следующим образом. Современная Реформаторская Православная Церковь признает посредничество лишь Иисуса Христа. Лишь Иисуса Христа, подчеркиваю я здесь. Который, как писал святитель Кирилл, цитата, «Один выполняет обязанности истинного и законного первосвященника». Один выполняет. И дальше продолжается тезис. 20-й тезис. Ему не требуются помощники в этом, как считают некоторые, но Он один предстоит за всю нашу планету, за каждого из нас пред Своим Отцом Небесным. Реформаторская Православная Церковь призывает всех верных чад Божьих, веренных Ее попечению, возносить свои молитвы только лишь Отцу Небесному во имя Иисуса Христа и всю хвалу воздавать исключительно лишь Богу Всемогущему. Аминь. Вот это очень важно. Это очень нужно. Дорогие друзья, я думаю, что пришло время нам очень крепко задуматься, потому что я знаю, что среди сегодняшних телезрителей моих не только православные христиане, реформаторских, харизматических таких православных церквей, обновленческих церквей, но и традиционалистских церквей. Я думаю, что меня сейчас смотрят и священнослужители, и прихожане православных церквей, традиционных русской православной церкви, Московского Патриархата, Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Церкви Православной, других православных церквей, старобрядческих, новобрядческих, истинно православной церкви, Российской Свободной Православной Церкви и других юрисдикций, трудящихся на территории бывшего безбожного Советского Союза, в странах бывшего безбожного Союза. И благодаря русскому языку мы можем быть в таком общении сегодня в наших странах. И знаете ли, друзья мои, господа, скажу, что пришло время нам крепко задуматься. Я, как бывший традиционно православный священнослужитель, знаю, о чем говорю. Я был когда-то священнослужителем, священником русской православной церкви, Московской Патриархаты, я знаю, о чем говорю. Я знаю, как живут тысячи моих коллег и миллионы православных, православных, веренных как раз русской православной церкви, как юрисдикции. К сожалению, молитвенная жизнь наша вся исковеркана, изуродована всевозможными языческими оккультными представлениями, всевозможными традициями, бесовскими учениями. К сожалению, миллионы православных христиан сегодня молятся, Богородятся святым другим умершим, наивно полагая, что это есть посредники к Богу. Все это чушь, все это ложь, все это дьявольское наваждение, бесовщина. Пришло время покаяться, пришло время обратиться к Господу и Иисусу Христу. Ни в ком у нас нет спасения, ни в ком, ни в чем, только в Иисусе Христе. Поэтому библейский вообще, библейский, если для нас Библия, это не просто литургийная книга для целования, а если книга вероучительная для нашего сердца и духа, и ума, тогда, о, побойтесь Бога, господа, тогда нужно внимательно прочесть Слово Божье и жить, соответственно, с Ним. Блаженно слышащие Слово Божье Иисус говорил и исполняющие Его. Так вот, господа, согласно Божьему Слову, братья и сестры, очень важно, дорогие телезрители, согласно Божьему Слову, для нас лишь Бог, знающий наперед все наши молитвы, и только лишь один Иисус Христос, посредник между Богом и человеками, Иисус Христос. В дальнейшем трезисах это все раскрывается более подробно. Давайте продолжим, это удивительное чтение. Я думаю, что уже прочитав эти первых 20 тезисов, у многих из вас уже картина определенно складывается важности именно современной реформации православной церкви. Написано в 21 тезисе. Мы принимаем решение, то есть действительно важно принять решение, принято решение правильное в своей жизни. Я принял тоже решение в нашей жизни. Написано, мы принимаем решение вернуться к евангельскому пониманию христианской молитвы, которая должна совершать индивидуально, а не пред людьми. Один-один перед Богом. Не показуха, одним словом. Дальше говорится в тезисе. Мы заявляем о приоритете индивидуальной молитвы перед коллективной, церковной, на людях молитвы. Спаситель наш так наставляет нас молиться. То есть учение самого Иисуса Христа, ни много ни мало, это уж куда уж дальше. Это самого нашего учителя, наставника Христа, нашего спасителя и Господа Иисуса Христа. Учение о молитве. Он сказал так. Когда молишься, говорит, то есть когда мы общаемся с Богом, когда хотим поговорить с Богом, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, ну и в церквях, можно сказать сейчас, и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми, порисоваться, покрасоваться. Вообще очень плохо, когда мы пред людьми что-то делаем, когда ради людей, а не ради Бога. Очень важно, это великое, считаю, привилегие, на самом деле, быть самим собой. Наш Спаситель дальше говорил так. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, ты же. Мы, то есть люди. Когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно, а молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. Аминь. Аминь, Господь. Аминь, Иисус. Аминь. Да, Иисус. Да. 22-й тезис. Кстати, по поводу вот этого тезиса. Были вопросы. Я думаю, у многих из вас, дорогие телезрители, тоже были вопросы. Или возникли сейчас вопросы. Многие писали мне на эту тему. Как раз. Вы что, перечеркиваете полностью молитву церковную? Нет, здесь не написано так. И не было именно как раз заявлено, что мы перечеркиваем вообще всю молитву церковную. Нет. Но приоритет молитвы индивидуальной должен быть однозначным. Знаете ли, я позволю себе иллюстрацию такую, как бы, как комментарий к этому тезису и к последующим как раз. Тоже размышления как раз. К 22-му тезису. Комментарий получается следующим. Так вот, молитвенная жизнь христианина, общение с Богом, это очень святое. Это очень интимно. Это очень индивидуально. И я не хочу влезть сейчас, знаете ли, и затронуть что-то такое, что мне не должно касаться. Прежде самого себя реформировать надо. Я смотрю сейчас на самого себя в первую очередь. Но имею честь сейчас дать некоторый совет просто. Как учитель, как земной человек, как священнослужитель. Скажу так. И историческую справочку дам обязательно. Всегда надо делать приоритет именно на внутреннее. На личное общение с Богом. На личную встречу с Христом. Без этого все напрасно. Нельзя заменить, знаете ли, церковной молитвой, общественной молитвой, на людях молитвой, личную индивидуальную молитву. Нельзя в ущерб индивидуальной молитве время тратить большее на коллективную молитву. Это приводит к моральному, духовному уродству какому-то, к деградации. Потому что так не должно быть. Наш Господь так учил. И я сто процентов верю Иисусу Христу. Я верю, что Он правильно очень сказал. Я верю, что Он знает, о чем говорит вообще. Он знает, Он пришедший свыше. Он выше всех. Ему вся слава. И Он лучше всех знает нас, как молиться. Так вот. И какая иллюстрация? Историческая справочка тоже. Сразу же. Первые христиане, у них, да и чисто физически, думаю, было очень мало общественных молитв. Потому что жизнь была такая. Три столетия первых наших братьев и сестер, наших с вами старших братьев и сестер, предшественников наших, первых христиан очень жестоко травили, убивали римские власти, гнали. Гнобили церковь, хотели истребить полностью. И, знаете ли, и в условиях конспирации, порой строжайшей конспирации, собирались брать и сестры на молитву. И, конечно, в то время не могло быть никакой речи о приоритете коллективной молитвы. Там была речь именно, в большей части, об индивидуальной молитве с Богом. Но все изменилось с начала четвертого столетия, когда христианская церковь вышла из-под поля, и когда строились уже тысячи храмов по всей Римской империи, и за пределами Экумены. И, в общем-то, Экуменическая такая церковь, такая католическая церковь, Вселенская церковь стала подниматься, как государственная церковь, уже государственная религия даже. И, знаете ли, в это время, к сожалению, медленно, но верно, шел такой перекос. Ставился уже приоритет церковной, общественной молитвы над индивидуальной. Для удобства я рисую такую картину, обычно перед моими слушателями, перед самим собой. Вот айсберг. Вы все видели айсберги, наверное? По телевидению я имею в виду. Кто-то, может, и вживую видел айсберги. Я один раз только видел живьем, в живой жизни айсберги. Это очень красиво, конечно. Просто так вот однажды повезло увидеть в Северной Атлантике настоящие большие айсберги. Очень красивое зрелище, незабываемое зрелище. Это была солнечная погода, темная вода, и вот эти блестящие глыбы эти, сверкающие глыбы. Это незабываемое зрелище. Гренландия, Исландия, вот в этом регионе просто их было очень много, во-первых. И с самолета мы летели достаточно низко. Было очень приятно на это все посмотреть. И была хорошая видимость. И, знаете ли, я подумал так, это настолько великолепно, это настолько красиво, но, знаете ли, вот эта красивость, это все великолепие, это лишь верхушка. На самом деле я знаю, мы это все знаем, да, что айсберг сам на поверхности воды это лишь небольшая часть ее. Вся остальная, основная глыба, она под водой. И вот тогда же, как раз пролетая над этими айсбергами в сторону Гренландии, просто-напросто я нарисовал себе такую картину, молитвенная жизнь. Она блистающе, красиво на людях. Да, но это лишь верхушка. А самая глыба, это вот под темной водой. Она не видна людям, но видна Богу. И Бог, для Бога, это самая ценность. Верхушка на людях блестит, красиво, но основная глыба у Бога. И вот, к сожалению, вот так было у первых христиан, но, к сожалению, уже с четвертого столетия айсберг стал как бы переворачиваться, как бы, ну, все стало, как бы, вверх тормашками, короче. Все стало наперекосяк в христианстве, к сожалению. А дальше больше, как говорится, дальше влез злые партизаны. И вот дальше влез больше дров. И вот так получилось. Вот дальше в историю, 5-й век, 6-й век, началась просто массивная демонизация церкви. И, ну, как бы, этот процесс продолжался больше или меньше до начала 16-го столетия, до начала Великой Реформации. Слава Богу, что тогда кривая история христианства пошла вверх. До 1517-го года кривая история христианства так или иначе текла вниз. Но после 1517-го года постепенно она стала вверх, кривая истории церкви, подниматься. Слава Богу! И сегодня мы уже в 21-м столетии, как бы, продолжая 5 веков реформации, обновления, идем вперед, восстанавливая изначальное христианство. Слава Иисусу за все это. Слава Богу, что мы живем в уникальнейшее время реформации, самой великой реформации в истории христианства. Я в этом глубоко убежден. Уже сегодня это уже воочию ясно и видно. По количеству даже покаявшихся грешников в сегодняшнее время, самое такое продуктивное для Царства Божьего. Слава Иисусу Христу. Билли Грэмп, в частности, говорил, допустим, великий баптистский проповедник, евангелист, говорил, что за последние 340 лет 20-го столетия обратилась к Богу, говорит, приняла Иисуса Христа как своего Спасителя, Господа своего, Бога своего, приняла крещение в согласии со своей верой, добровольно, не по принуждению, по собственной своей воле, примерно столько же, сколько за всю предыдущую историю христианства вместе взятую, 19,5 столетий вместе взятых. А вот эти уже первые 10 лет, будем так говорить, 11 лет уже, уже 21-го столетия, они превзошли предыдущие десятилетия. На самом деле, мы живем в уникальнейшее время, ведь примерно половина всех небожителей, даже так вот, ну, приблизительно, будем так говорить, лишь убога вся эта статистика настоящая, мы лишь приблизительно можем сейчас судить о том, что там на небесах. Так вот, примерно половина всех небожителей, это наши с вами современники, это уже о многом очень говорит. Мы живем в уникальнейшее время, величайшей реформации всех времен и народов, и проповеди Слова Божьего не видно ни слых на доселе. Сегодня через СМИ, через интернет, в том числе и телевидение, достигаются миллионы и миллиарды людей, славы Иисусу Христу. Так вот, господа, дорогие братья и сестры, к сожалению, айсберг как бы духовно перевернулся, и на людях молитва, она стала приоритетной. Церковная жизнь, но даже индивидуальная жизнь, церковь совершила величайший грех, даже попыталась, небезуспешно, к сожалению, контролировать даже индивидуальную молитву, создав молитво-слово, молитвенники, и контролируя даже индивидуальную жизнь, молитвенную, но приоритетом, ставя именно церковную, коллективную, на людях молитву. Но так не должно быть. 22 стих говорит следующее, 22 тезис, извиняюсь, 22 тезис, Украинская реформаторская православной церкви. Собор, третий собор, 2008 года, напоминаю. Молитвенная практика наша должна кардинально измениться. И теперь мы, православные христиане, живем, дальше идет цитата из послания Кефисиана, с пятой главы, благодаря всегда и за все Бога и Отца, во имя Господа нашего, Иисуса Христа. Аминь. И дальше говорится, апостол Павел поучает нас. Это цитата из послания к Колоссянам. 3 глава, 17 стих, Колоссянам 3, 17. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа и Иисуса Христа, благодаря через Него, Бога и Отца. Аминь. Прекрасно, что это было заявлено в 22 тезисе. 23 тезис говорит нам следующее, будьте внимательны. Всякое молитвенное прошение, обращение в духовный мир, кому бы то ни было помимо Бога, является религиозным оккультизмом. Сейчас поверьте самого себя. Я думаю, что среди моих сегодня зрителей достаточно много христиан, которые молятся кому-то еще помимо Бога. Подумайте, куда вас вергает такая молитва. Оккультизм. Вот так. Горько. Да. Но очень важно сегодня покаяться и обличение от Слова Божьего принять как должное. Не обижаться на Бога, не обижаться на Слово Божье, не обижаться на меня, как на проповедника, а протестировать Словом Божьим себя и покаяться. Честно, пред Богом покаяться. Если кто-то из вас молился, кому-то еще помимо Бога, не делайте больше так, пожалуйста. Покаяйтесь пред Богом. Я завершу. 23-й тезис. Написано, здесь так еще. То есть, вначале было сказано, что это религиозный оккультизм, есть всякое обращение к кому-то ни было помимо Бога. Мы отказываемся, написано дальше, молитвенно обращаться к умершим святым или ангелам, как якобы к посредникам Богу, доверяя посредничеству лишь Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, я хочу сказать следующее, что на самом деле лишь Иисус Христос, наш Господь, Бог и Спаситель, посредник Хадата, и лишь Его посредничество, лишь Его Хадата нас спасает. Больше никто не может нас спасти, только Иисус Христос. И это есть настоящее христианство. Все остальное подделка. Очень наглая подделка, оккультная подделка. 24 тезис. Будем внимательны и, пожалуйста, друзья, не обижайтесь, если себя где узнаете. Лучше покаяться, я говорю, сейчас, чем потом всю вечность локти кусать. Здесь написано так. «Мы отрекаемся от молитв Марии, Марьям, Матери нашего Господа Иисуса, как унизительных предпамятью той, которая стала самой благословенной и счастливейшей среди всех женщин, как написано в Евангелии от Луки, 1 глава, 42 стих. Мать Господа, то есть на самом деле молиться Матери Господа Иисуса Христа, Марии, это есть унижение ее памяти светлой, это есть оскорбление ее памяти, ее имени. Это правда. И написано следующее, что Мать Господа нашего Иисуса сама говорила следующее. Это из Евангелия от Луки, 1 глава, 47 стих и 48 в подстрочном переводе греческого Нового Завета. Читаю. «Возвеличивай душа моя Господа и возликовал Дух мой о Боге Спасителе моем, потому что Он обратил взгляд на ничтожность рабы Его, отныне будут проставлять как блаженную меня все поколения». Дальше говорится. В синодальном переводе искажается звучание слов Марии и говорится следующее. «И возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел Он на смирение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». Вот знаете ли, русскоязычные христиан ополванивают вот этим синодальным как раз звучанием, синодальным переводом, как сами семинаристы порой шутили, сильно дальним переводом. Нет, хороший перевод, во многом хороший перевод, но, понимаете ли, грехи синодальных переводчиков были вполне понятными грехами. Это дело было не в их безграмотности, нет, это были очень грамотные люди, достойные люди, но, к сожалению, это было подконтрольным переводом, заказным переводом, и церковное православное самодержавие боялось просто-напросто, что Слово Божье будет вот так вот обличать многих православных христиан, и многие миллионы православных христиан не смогут верить по-прежнему вот этим ложным догматам, в которых требовалось верить, это было мнение царского самодержавия, это было мнение официальной отступнической синодальной церкви тогдашней, и, знаете ли, и поэтому синодальные переводчики оставили славянские слова, некоторые для просто путания мозгов населения, будем так говорить, и вот оболванивания населения, и вот написано, отныне будут ублажать меня все роды, ублажат сегодня имеет другое значение вообще, ублажать раньше называть блаженный, ублажать, значит, называть счастливый, вот, надо же повезло, вот, к примеру, ублажаю тебя, тебе повезло очень сильно в жизни, да, вот, ублажать, а сегодня это чуть ли не имеет в виду поклонение, я помню, прекрасно помню, как в бытность мою тоже священником традиционной русской православной церкви, я тоже молился такой молитвы, там, и вместе там с онмом других православных священников мы пели ублажаем, ублажаем тебя, и дальше, 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 ублажаем, уже в смысле превозносим, там, поклоняемся, чуть ли не, мы целовали, потому что мы реально, мы поклонялись, мы целовали икону этого святого, там, значит, чествовали Марию, там, и прочее, и, знаете ли, я читал раньше цинодальный перевод и думал, надо же, ну, я ублажаю, а ты ублажал сегодня Богородицу, ты ублажал ее сегодня вообще, как ублажал, иди ублажи ее, как ублажать, поставь свечечку, лампадочку, помолись ей, акафист прочитай, лбом до земли, целуй ее икону, чушь это все, вообще, это такая ересь, это такая мерзость, какое это ублажение, настоящее ублажение, называть счастливой, блаженной, и на самом деле, мы должны избегать таких крайностей, знаете ли, вот, есть крайность такая, православная, католическая крайность, целовать Богородицу, превозносить ее, молиться ей, тем более, значит, целовать ее иконы, и прочее, есть крайность такая, протестантская, чисто крайность такая, вот именно, полностью отказаться от Марии, и вообще даже никак не вспоминать о ней, хотя многие протестанты сегодня и вспоминают о Марии все-таки, вот, но, понятное дело, с очень большой оговорочкой, но думаю, что нам, православным обновленцам, сегодня реформаторам, нужно такую, знаете ли, золотую середину избрать, без этих крайностей, не молиться ей, и не забывать ее, в примерах приводить, мы можем примеры в проповедях разные приводить, тем более, пример Марии, матери нашего Господа, думаю, это пример всех примеров, самая достойная для всех женщин, живших когда-либо на этой земле, так вот, мы должны пример приводить ее в проповедях, в наставлении не только женщинам, но и мужчинам приводить ее, но, знаю тебе, вот это ужасная ситуация, когда молитва звучит, Богородица, это на самом деле религиозный культизм, и если вы узнали самого себя, то отрекитесь, не поленитесь, пожалуйста, отрекитесь, сделайте паузу даже, вот между 24-25 тезисом, давайте мы сделаем паузу короткую, и помолимся сейчас, если вы молились, молитвы, вот однажды, Богородица, да, вы, допустим, молились там, не имам и иные помощи, не имам иные, или достойно есть якова истину, или что-то еще вы читали, или, значит, радости Марии, что-то еще читали, если вы католик, или православный, давайте помолимся молитвы покаяния сейчас, и именно отречения, подвать все же на тезису, давайте помолимся так, во имя Иисуса Христа, Отец Небесный, я отрекаюсь, повторите за мной сейчас, я отрекаюсь от молитвы Богородицы, во имя Иисуса Христа, я отрекаюсь от молитвы Марии, Матери нашего Господа, Иисуса Христа, для меня лишь Ты, Бог, и лишь один посредник, Иисус Христос, Аминь. Очень важно принять помышления, сейчас ваше, в послушании Иисусу Христу, и можете Богу сказать так, что Господь, я приняю свои помышления в послушании Слову Божьему, я отказываюсь мудрствовать лукаво, я отказываюсь мудрствовать в угоду своей динаминации, своим старым представлениям, мне даже, может быть, и непонятно много, что и неприятно, но я соглашаюсь, верить так, как Ты говоришь, думать так, как Ты говоришь, и даже если это для меня абсурд, я согласен верить, так как Ты мне это сказал, потому что я верю Твоему Слову, Аминь. Очень важно это сказать, очень важно это провозгласить, и даже если, как Петр, допустим, он был в этой лодке, он говорит, если ты повели мне это, идти по воде, как идти по воде? Он взрослый человек, он рыбачил, он был на воде много раз, в лодке, и доставал оттуда рыбу, он был профессионалом, но он понимал, что человек попадает в воду, он не может стоять на воде, он будет тонуть, но он, вопреки своей логике, он сказал, нет, повели мне, я пойду, иди, говорит, выходи, иди сюда, и он пошел по воде, это удивительно, да, и мы должны также, к примеру, сказать, Господь, вот я много чего не понимаю, мне много что, как бы непонятно сейчас, и мне кажется, может это ересь какая, не до Бог мне заблудится, друг мой, иди по воде, иди по воде Слова Божьего сейчас, и взирая на Иисуса Христа, если будешь взирать там все вокруг происходящее, на всякие религиозные эти споры, политику, упадешь, и будешь тонуть, держись за Иисуса Христа, в таком случае, если ты уже где-то начал тонуть, чувствуешь, держись за Иисуса, за его руки, взирая в ему, в глаза, и иди за ним вместе, вместе к нему иди, по воде, за Иисусом Христом, с Иисусом Христом, в Иисусе Христе, аминь, слава Иисусу, я прочитаю 25-й тезис собора, здесь написано следующее, о, это очень важная тема, господа, это очень важная тема, это продолжение, как раз, это же мысли, здесь написано, третьим, третьим вселенским собором, мы признаем Эфесский собор 26 июня, 431 года, под председательством, святителя Иоанна, подлиарха Антиохийского, он является для нас, каноничным собором, Эфесский собор, 26 июня, 431 года, разоблачил, культ Богородицы, заявив, что к христианству, эта ересь, никакого отношения не имеет, святитель, Дорофей, архиепископ, Маркин Апольский, торжественно, провозгласил, анафему тому, кто матерь, Иисуса Христа, называет или будет называть Богородицей. Апостол Павел писал, была цитата, у святителя Дорофея Маркин Апольского, была цитата как раз из апостола Павла, в послании Галатам, как раз здесь, два стиха, 9 и 8, «Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». И дальше, 8 стих, «Если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». «Называть Марию Богородицей это богохульство» провозгласил протопресвитер Анастасий Константинопольский, патриарший Синкел на том соборе. Эфесский собор 22 июня 431 года под представительством ересиарха Кирилла Александрийского мы отвергаем как антиканоничный, противоречащий Библии и здравому смыслу. Аминь. Слава Богу. По поводу 25 тезиса были разные вопросы. И вопросы касательно истории христианства. Потому как очень многие православные, католические, протестантские служители, особенно и учащиеся заведения учебных, духовных, православных, католических и протестантских, в том числе, порой введены в заблуждение касательно Третьего Вселенского собора. По поводу первых двух соборов вселенских никаких таких споров нет. Потому что это было в 4-м столетии. Это 1-й и 2-й собор. Об этих соборах хорошо все известно. Были проблемы на этих соборах, конечно же. Главной проблемой было подчинение церкви, постепенное, поэтапное подчинение церкви государству. Цезарь и попизм. Но касательно вероучений, то на первых двух соборах, слава Богу, что библейская истина, она не пострадала. То есть, как бы, касательно Библии, вероучения, догмата Троицы, здесь все оставалось на библейских позициях. Но, к сожалению, уже на Третьем Вселенском соборе Цезарь и попизм проявил свой уже звериный оскал. Император, потому что взял на себя функции судей крайнего догматического такого спора. И почему здесь обозначено два собора? Третий Вселенский собор. Да, их было, как ни странно, два. 22-го июня, который принимает официальная православная церковь, традиционная и католическая, которую мы отвергаем и называем противоречащей Библии и здравому смыслу. А второй, 26-го июня, собор, того же самого, это все было в одном, в 431-м году. 22-го июня, 26-го июня. И, значит, но 26-го июня на соборе, значит, библейская истина восторжествовала. Это было два разных собора, два разных собрания. И, хотя некоторые были люди там и там, но в основном это были другие спикеры, совершенно безусловно, и разные председатели. 22-го июня собор имел председательство, здесь обозначено, Кирилла Александрийского. В основном это были африканцы, и они всякие ереси распространяли, в основном это касательно Богородицы, Матери Господа Иисуса Христа, называя ее Богородицей, совершенно не библейским каким-то титулом, который был взят с языческих, вот этих оккультных учений, совершенно демонического происхождения, значит, учения. Вот, а собор 26-го июня имел председательство, как председателем Иоанна Антиохийского, патриарха, им в основном были антиохийцы, греки. Так вот, собор 26-го июня полностью опроверг эту ересь и, в общем-то, разоблачил этого негодяя и пройдоху Кирилла Александрийского, патриарха, значит, и всех его аферистов, африканских, Александрийских, разоблачил, и очень жестко разоблачил. И слава Богу, что так произошло. Но почему собор 26-го июня не признан? Потому что властям он был невыгоден. Потому что был ярко выраженный политический заказ на смешание христианства с язычеством. Потому что дело будущее, как считалось, за этой ересью. И поэтому африканцам был дан зеленый свет. А все участники, фактически, собора 26-го июня, включая самого председателя Иоанна Антиохийского, были репрессированы. И, в общем-то, в оазисе Нибис и в других оазисах, значит, на каменоломнях, в Верхнем Египте погибли тысячи священнослужителей антиохийской школы богословия. Это в основном антиохийцы с Иерусалима и Константинополя священнослужители. Сотни священнослужителей высокопоставленных, митрополитов, архиепископов, епископов, тысячи священников, диаконов, диаконис, пресвятерит. То есть, очень разные служители мужчин и женщин были репрессированы в то время. И, в общем-то, ужасно, что собор 22 июня, он, значит, был императором, провозглашен, как именно канонический собор, якобы, как именно Бог вдохновенный. И император посчитал себя вправе решать вот такие вопросы, где здесь Бог говорит, где не Бог говорит и прочее. Хотя, это ужасно. Ведь первых четыре столетия, первых четыре столетия, первых три столетия, во-первых, когда церковь была гонима, и потом целых сто лет, когда церковь уже была легальной, официальной государственной церковью, и тысячи храмов по всей Римской империи строились, ни в одном из этих храмов не было молитв никому, помимо Господа Бога. Только лишь к Господу Богу обращались люди, только лишь Богу молились, только лишь Иисус Христос превозносился, и вдруг, в начале пятого столетия, предложили еще молиться Богородица и Святым. Многобожие ворвалось в жизнь церкви. Об этом я буду говорить чуть позже. Следующие тезисы как раз именно они это очень подробно раскрывают. Давайте мы продолжим. О соборе третьем вселенском думаю достаточно, хотя тема очень большая, и как бы думаю многим будет интересно узнать, каким образом Кирилл провернул эту свою провокационную работу, каким образом этот такой жуткий политикан просто-напросто вкрался в доверие, каким образом он приехал раньше, чем все остальные делегаты, взял количество особо больше этих делегатов, монахов, потому что он знал, что дело будет именно вселенским собором, а не просто совещанием, что это будет вселенский собор именно из монахов, и для монахов, и для вот этих гностических ересей. К сожалению, Александрийская школа вот этого бессословия, как ее правильно назвать, воочию показала весь свой дух нечистый именно при вот Кирилле Александрийском, ересе и арахе. Так вот, и знаете, друзья мои, к сожалению, большинство православных церквей и католическая церковь также признают каноническим собор африканский, это 22 июня, эферский собор, состоявший в основном из-за африканцев, я уже говорил, поэтому его условно называю африканским собором. Так вот, и потому что дух оккультизма на нем присутствовал очень воочию, и значит, монашество, гностисизма воочию прослеживается дух этот нечистый. Так вот, а собор 26 июня вообще о нем не вспоминают фактически, редко очень, где в учебниках о нем поминают, а если вспоминают, то чаще всего в негативном свете представляют и патриарха Нестория, и всех, кто был с ним и за него, и патриарха Иерусалимского, патриарха Антиохийского, такими, знаете ли, такими дурачками, простячками, таким представляют порой семинаристы, вот, мол, такие отцы вроде бы опадались на какой-то ерестом, на самом деле эти отцы, они сражали за истинную евангельскую, и ведь этим священнослужителям предлагалось и патриарху Нестория в том числе предлагалось восстановление в должности, вернуться в свои роскошные апартаменты, в свои должности, на свои кафедры, или же провести остаток лет вот как простой раб на каменоломне, и каждый год от императора предлагалось подписать решение 22 июня собора и вернуться во дворец, к себе во дворцы, другим епискам даже предлагалось и священникам в свои церкви вернуться, или же умереть как простые рабы, и слава Богу, что и патриарх, и Нестория, и другие тысячи священнослужителей разного уровня, мужчин и женщин отказались иметь временное греховное наслаждение и предпочли страдать во имя Господня, во имя Иисуса Христа, и так они поступили, и имен большинства из них мы так и не знаем, но Господь знает, и знаете, друзья мои, конечно, ужасно, что вот эта ересь, африканская, монашеская ересь, богородичная, она, начиная с того самого злополучного собора 22 июня 431 года, она стала захлестывать все тело Христа, и сегодня, по сей час, к сожалению, примерно, ну, две трети, можно так сказать, наверное, всех христиан на планете так или иначе инфицированы этим, этой ересью богородичной и молятся так или иначе матери Господа Иисуса Христа, подразумевая ее, хотя сама матери Господа Иисуса, конечно же, Мария, Мария, она никакого отношения к этой ереси не имеет, абсолютно, она была рабой Господней, она была верующей женщиной, и она была матерью нашего Господа Иисуса Христа, но она не была именно богиней, богородицей, и даже не божеству начало дала Иисуса Христа, а человечеству Иисуса Христа, и, конечно же, совершенно неправильные мысли те христиане, что пытаются ее назвать богородицей, и молиться тем более ей. Я хочу сделать здесь паузу, сейчас я продолжу как раз говорить 26-й тезис и дальше, у нас еще впереди 75 тезисов, кстати. Так вот, я хочу прочесть стихотворение, это молитва, такая обращение, молитвенное, и обращение к людям в стихотворной форме. Я тоже был когда-то молитвенником богородицы, тоже молился когда-то богородицы, очень много молился богородицы, но в 96-м году покаялся, отрекся от этих молитв, и, слава Богу, уже 2011 год я не возвращаюсь и не хочу на эту блевотину возвращаться, духовно это и есть блевотина, и грязь, абсолютные испражнения какие-то такие бесовские, потому что настоящая молитва это фимиам, а бесовские молитвы, эти всевозможные, которые есть богородичные молитвы, это есть, знаете, как вот мерзость, внешняя чаша блистательна в руках у этой блудницы, а внутри мерзость, нечистота всевозможная, и вот духовно, предбогом, это нечистота, молитвы такие богородичные и другим умершим святым и ангелам, как якобы посредникам к Богу, вообще многобожие добра не доводит никогда, и вот я очень сильно переживал по этому поводу, это мое как бы сверилиество тоже, может кому-то из вас это оно будет очень таким полезным, назидательным, особенно для тех, я имею ввиду, конечно, кто может быть до сих пор молится еще Богородице, и может быть вы даже обижаетесь на меня, думаете, вот зачем я поднимаю сейчас такие темы, это очень важно, почему, потому что сражение идет за ваш разум, за вашу сердце, за вашу душу, потому что мне очень хочется, чтобы исполнили слова Божьи, и вы были спасены, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, Богородица вас не спасет, бесполезно, хоть вы будете всю жизнь будете молиться ей, как вы молитесь, допустим, Пресвятая Богородица, спаси нас, там святые такие, молите Бога о нас, но она вас не спасет, и другие святые, умершие, за вас не помолятся, они не могут этого сделать, абсолютно, и Богородица не может за вас помолиться, и не может вас спасти, тем более, абсолютно, и вот эти молитвы, совершенно ложные, оккультные молитвы, там, не имеемой иной помощи, не имеемой иной надежды, кроме Тебя, Богородица, Ты нас спаси, там, помилуй нас, там, и прочее, на Тебя надеемся, Тобой хвалимся, Твои мы рабы, да не постыдимся, и прочее, и прочее, эти тексты, знаете ли, большей частью взяты из языческих молитвословов, оккультных, таких, в честь Астарта, Артемиды, Ашеры, значит, христианством здесь даже и рядом не было, и я очень переживал по поводу молитв Богородицы, потому что для меня было очень сложно вот так взять однажды и отказаться от этого, я постепенно сокращал количество молитв Богородицы и святым, приоритет отдавая Иисусу Христу, моему Господу, и Спасителю, и по мере того, как я молился Иисусу, знаете ли, у меня отпадало желание молиться Матери Его, другим умершим святым, или ангелам, и знаете ли, однажды я прекратил эти молитвы, я только лишь обращался к Богу уже, и на праздник покрова, а я раньше его называл покровом Божьей Матери, теперь я говорю, это праздник Божьего покрова, так вот, в тезисах это будет обязательно, я это прочитаю еще, так вот, и такими стихами я написал однажды, вот свою молитву, такое обращение, и к людям, и к Богу, праздник Божьего покрова, станем брать и отмечать, покровить или иного, кроме Бога, не сыскать, Он один ведь лишь нас знает, как ложимся и встаем, своим духом утешает, когда вдруг мы устаем, всемогущ наш Бог небесный, Он из праха создал нас, любящий Отец чудесный, благодатью нас спас, никакой святой на свете, нас от смерти не спасет, обратитесь Божьи дети к пастырю, что всех пасет, Матерь Господа Иисуса, не защитница Тебе, нет на свете слаще вкуса, чем спасение в Господе, Бог покровство простирают, лишь на тех, кто в мире свят, отступников карает, грешникам готов уж ад, обрати из душа родная, в дом отца, скорее вернись, Бог готов грехи прощая, отворить дорогу ввысь, праздник Божьего покрова, станем брать, отмечать, покровить или иного, лучше Бога, кроме Бога, не сыскать.